здравствуйте поехал от капканчики я посмотрю на бобра поставить и снегу скоро траве уже по колено тут ехал бобровая хата смотрю и бобры лазают похоже тут голодно у них я посмотрим что-то уже по колено ходить как-то глубоко замерзла лазили туда куда-то по рычью какой-то мили сделали все канали мелко очень подпиливали все коряги добрались куда-то самый велик какой-то нашли все влазит я не влазили видно что ползали не провалить один прогрызнул а тут вот ручей до конец вот свои глаза на бобрами до заморозков лес ноги не влазить и не могу некий май на их мороза все вылазили пошла лес на день влазь это погружили похоже и влазили излазили по занесло конечно уже вон когда ходили подкусывали клички собираем и и и и и и и и ползали ковички собирай доползли дальше не полезли похоже на нету посмотрим день интересно вылазить что-то не могу найти подринесло в налеги вылазили налить вышло затопило интересно интересно пусть и излазили не видно под корягом сейчас брызла в городу покажите я нет выхода хотела два капкана поставить один кое-как выдолбил сантиметров 80 лет у сантиметров по 23 слоя такие чуть не до дна промерзла на как там бобры живут вот там пробовал долбил долбил плюнул на пусть они выдолбить невозможно глубина льда огромная и вот капканчик поставил тут вообще продолбил вот поставил капканчик рядом недалеко от хаты и будем надеяться проверим попадет не попадет не на эту плотину тебя доехать посмотреть на плотину он дальше когда лазил там нет он получил мотку а ты перешли дальше ушли вот одиночки тут живет какой ладно поставим сейчас посмотрим по работе клюнет можно уж найти место где плавать или практически невозможно тишинка 40 сантиметров а тут чуть не 80 70 точнее пуша твои сантиметров 23 слоя такие и миши их же пространство воды долбить еще невозможно в воде помучился поставил все церковь приехал значит поставил там будет видно хотя бы один капкан тут не зря тут ждем проверку тут заехал че на одну плотинку хата тут боброва было все промыло там и лету лет упал и вот внутри бобры влазит из-подо льда вылазит управляли холи и лазы туда подзанечены немного вчера подавчера лазили везут бадаги видите все отгрызанно конечно капканчик можно поставить но это опасно собаки может еще попасть и прорубиться сквозь лед туда под лед он упал в лед там вообще хуже сделаю так не значит бобром тут будет очень трудно выжить ползает наползана газут коряги нас туда стаскали в нору стаскались и коряги что можно тут капканчик поставить поставить на собак опасно когда на закрывать им хорошо есть прикрывать тот дальше чтобы они залезли а бобрка полезет чтобы он выдаю на так от собак мало ли полезут или бобр попадет что-нибудь посмотрим будет лазить и потом все поставить рядышком снова здравствуйте поехал проверить капканчики капканчик стоит на выборах сейчас выдолблю посмотрю сработал очень не сработал в этих полях проведу там капканы проверив тут стою на днях так что сейчас покатать узнаем все как откатывать не ход с новым двигателем лифан 20 лошадей вырубим воздух оттуда прошел и и и и и и и и и Сырой лёд плохо рубится. Трос скрученный. Попал. Попал лапой. Смотрите как попал. За лапу поймал, а зачем ты его? Попал. Но бобр хороший. Крупный. Видно, что от него польза будет. Вот. Снегоход. Первый выезд снегохода. Проверка капкана уже удачный. Сейчас не знаю что. Посмотрю. Там сюда палка. Палки какие-то. А корни это. Корни плавают. Хороший бобрик попал. Так. Нежка уже подвалила. На сне ходит как бы нормально. По кустам вот видишь. Все комфортно. Идет на малом глазу даже. Чуть-чуть только заслонку приоткрываешь. На второй идет спокойно. Сейчас иду капканчик проверю. В тот раз я наджавил тут приманку на куницу. Сейчас проеду вам покажу там где куницы у меня тут бедобразни. Оказывается следов не вижу. Так. Ага. Попал он бедобразник. Куда она денется. Вот она висит. Вот она. Куничка. Красотуля. Вот. Красавица. Как мясо там. Сейчас я покажу она что она натворила. Ну и красота. Не так крупная вроде. Такая средняя куничка. А капкана у меня нет. Сейчас то что снимать это может в этом месте прилипнуть в пух и навредить могу. Сейчас я лучше сброшусь. с собой. Тут рядышком езжу. Сейчас теньку прокачусь. Потом привезу. Потому что куницы тут одна не одна или выводов летут у меня безобразничать. Потому что они мне сейчас вреда сделали немножко. куничка. Вот что у меня куницы бедобразник сделала. Вот. Надо было экспериментально. Даже порой я был тут небольшой. Попался. Вот видите что она сделала. Синички. Сейчас только мед клюют. Кормят. Все нарушилось тут. ловушку. Надо будет ремонтировать. Вот я не хотела ловить. Пусть тут живут куниточки. Пришлось поймать. Вот так вот. Видите. Разорвали. Фанежа так они не рвут, а дупые. Все. На ловушках 10 было. Все ловушки вот так вот они сделали. Дребезы. Ладно что. Катин далее. Кто-то мне говорит. Надо заводить. Ну короче этот. Делать. Подсос делать. Чтобы заводить. Когда приехали на горячем двигателе. Видели? Гаврова сока нету. Так. Прискосил на эту плотинку. Проверим сейчас бавров. Вот таких бобров. Вкусанные какой-то. Что-то отрубило ему чем-то. Откусило ли. Может хвост торчал. Пишня ему стукнул. Непонятно. Ладно сейчас вот. Капканчик у меня тут стоит. Так. Сильно нет ли замерзла. Та лёд. Тот был весь. Огромный. Трехслойный. По 20 см. По 15 см. По 15 см. Больше. А там промежуток. Воды был. Сейчас прорубим. Увидим. Так. Продолбил. Посмотрел. Капкан не сработанный. Бобра сидит значит напугал я его. Так. Вон сейчас в горку поедем. raszam. Ну в гамешанде. Я пропорулю. Да. 갈як тока по автору. После переломи Thank you for fast. Немного присутствует. И все. Сейчас хронить она даёт. С deine vendo? Я не fall توласна rare... Стрельку готова. Трельку будет. вот так вот пытаюсь воду 9 чего ничего не отвалилась пока все работает уже 20 километров проехал полет нормальный уже бежит лучше и лучше как бы кажется мне вариаторы работы шемень можно даже немножко сделать а повыше выступить желательно шайбочку подложить под штопорное кольцо крестовину немного вдавить туда чтоб погрузить по домикам как домики есть чтоб не по концам била немного поглубже домики не сломалась случайно вот потуже как бы полегче двигатель управляться пока все нормально на 2 все виде на 2 на малом газу идет где-то 25-30 километров вот идешь по полям по этим дорожным по кустам пока чкальнику идет спокойно кто-то от не говорит поставь матерский там там к лишь к 6 вы как они идут или сроки и моторы это кто не ездил по таким местам этот рассказать да я согласен моторы поставить вот и русский или сроки и поставить на сне уход можно это не проблема туда в карачить его а дальше говорит следующее сказали написали что до конца жизни хватит жизнь тут может кончиться очень быстро с этим мотором уж нас такие лога все лозы лозы по оврагам по логам и здесь ну занимаясь бобрами капканами и вот просто где-то сейчас ладно снегу немного когда снегу побольше будет то снегу еще двадцать тридцать сантиметров может не больше полметра полметра не снегу и когда ты на этом на тяжелом двигателе залезешь куда-то в кусты или даже вот скажем ну в низинку конь овражек проводишь тебе уж больше двигатель таким двигателем практически вытащить или нас гусеница что было там зацепление ставить не такую не родную то и глазка уже там 30 30 там сколь там зацеплением чтобы нам уже побольше цеплял на этой гусеницы точно не выехать год вам больше там или до конца жизни будете если помощь не найти там и год до конца жизни просто уже испытана на этих артикетах стоят эти моторы к 6 там и как они тяжелые леснее отхода и соберем того по переченой методах понятно теперь где-нибудь там ездить я согласен по ровному пойдете мотор конечно будет скорость будет экономичность как бы нормально ну по нашей местности он не решение годится пусть качкар не такой прикиньте там даже на сходу и удар по кочке будут тут лыжи все сломаете подвеску ну тяжесть будет прикиньте это уже нагрузка нагрузка наперед на гусеницы будет принципе вверху и сеть уже есть груз на передних лыжах будет уже как провалились больше все где-то в горку не пойдет я говорю че знаю много комментариев писали аккумулятор аккумулятор я поставил задать приехал магазин спросил они сказали эти аккумуляторы мы ставим ну продаются и ставят и ходят нормально человечные как бы кислоты щелочные какие-то как бы не не обслуживаем не знаю вот посмотрим просто слушать в интернете я посмотрел много всего одни пишутся херня там есть нечего слушать трубе пишу что он не будет работать который ставят говорят он входит все отлично ходит короче пока сам не попробуешь ничего не узнаешь про двигателя раз к сам скажу двигатель уже на не понравился нормально сейчас домой приедем посмотрим сколько кило на проведу и скажу в коля литров и жёг так вот кто-то говорит что заводит заводится с ключа уже на вездеходе меня стартер не стоит но там 17 лошадей я утром завожу заслонку закрываешь заводишь и целый день ездить 20-30 раз заглушив их никогда не уложу все завожу со стартера так что просто надо когда за ты что это не знают газу на газ на это еще не надо где-то нажимать заводить надо просто пустила как раз круто но он довелся потом под газу мы все будет работать очень наград нажим нажимать его не доведется вот так вот такой двигатель ладно едем домой а вот поросеночка домой привез сейчас проехали им 21 километр сейчас посмотрим такой мы сожгли топлива до 2 ехать после тяжело это так как бы то вот так пределы двух литров сжег по 20 километров хоть и считай какой расход так что всем пока до новых встреч догнались виски и буду до свидания